Спрос на медь поддерживает компанию Antofagasta. The Times Max Kendix 11 августа 2023 года. Antofagasta продолжает расти на волне спроса на медь со стороны проектов и сферы возобновляемых источников энергии и производителей электромобилей. При этом более высокие продажи металла компенсируют более низкие цены. До налоговой прибыли компании из списка индекса FTSE 100 выросла почти на 13% до $865 млн в первой половине текущего года. Выручка увеличилась на 14% почти до $3 млрд за счет роста объемов продажи меди, золота и молибдена. Результаты компании делают ее исключением относительно других крупных горнодобывающих компаний, таких как Риотинта, Гленкор, которые сообщили о снижении полугодовой прибыли на фоне падения мирового спроса на сырьевые товары. Иван Ариагада, генеральный директор Antofagasta, сказал, «Медь – это металл, необходимый для электрификации, и, следовательно, он является неотъемлемой частью энергетического перехода». Мы считаем, что долгосрочные фундаментальные показатели для меди очень сильны, поскольку прогнозируется, что спрос будет продолжать расти в ближайшие годы, а рост предложения остается проблемой. Мы по-прежнему сосредоточены на безопасном и конкурентоспособном росте производства благодаря нашему портфелю проектов. Аналитики Citigroup заявили, «Мы не видим серьезных изменений в консенсус прогнозов на весь 2023 год. Влияние на прибыль от ранее сниженного прогноза уже учтено в текущих рыночных ожиданиях». Antofagasta, контрольный пакет акций, который принадлежит чилийской семье Лукшич, управляет четырьмя медными месторождениями в Шиле с полным владением в трех из них. Нехватка воды, вызванная 13-летней засухой в Шиле, которая на сегодняшний день является крупнейшим производителем меди в мире, вынудила компанию пересмотреть свой годовой производственный план до диапазона 640-670 тысяч тонн. Компания стремится решить проблему с водоснабжением, построив большую опреснительную установку на своем участке в Лос-Пеламбрис. Удвоение производительности до 800 литров в секунду будет означать, что более 90% воды, потребляемой заводом, будет поступать из-за пресненной или оборотной воды. В Antofagasta сообщили, что во второй половине года также произойдет расширение участка Лос-Пеламбрис, что продлит срок службы месторождения как минимум на 15 лет. Производство меди увеличилось на 10% в годовом исчислении. При этом промежуточные дивиденды определены на уровне 12 центов на акцию по сравнению с 9 центами в прошлом году. Средняя цена реализации меди-компаний была на 3,4% ниже, чем за тот же период в 2022 году. Цены на золото также упали, однако цены на молибден и серебро выросли. Чили, которая также производит литий, еще один ключевой компонент аккумуляторных батарей для электромобилей, одобрила в мае долгожданную реформу налога на добычу полезных ископаемых. Компания предупредила инвесторов, что налог нанесет ущерб прибыли, как только он вступит в силу с января следующего года. Ариагада сказал, первое полугодие вновь продемонстрировало высокий уровень безопасности на всех наших предприятиях. Мы по-прежнему работаем без смертельных случаев и как опережающие, так и отстающие показатели безопасности находятся на уровне, превышающем прошлогодний. Тейлер Брода, аналитик с RBC, сказал, мы ожидаем ограниченной реакции на сегодняшние результаты, с возможным слегка негативным уклоном из-за небольшого несоответствия целям и очень незначительными ожиданиями. В рамках консенсуса того, что будут выплачены какие-то специальные дивиденды. Акции Антофагаста выросли, и этот рост составил 1,5%. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok